На прошлой неделе, когда в город пришло по-настоящему весеннее тепло, началась масштабная уборка улиц от смёта после зимы. Речь идёт о песке и противогололёдных материалах, которые появились после того, как растаял снег. Особое внимание коммунальщики уделяют центральным улицам и основным магистралям. Для механизированного подметания частично переоборудовали и коммунальную технику. Это долгая уборка. Только сейчас, допустим, берём на примере улицы Мичуринской, мы сейчас пройдём первый раз, а до финишной уборки мы её будем проходить ещё минимум два раза. И каждая улица, соответственно, так же. Потому что за раз в идеал мы никогда не уберём. За работу взялись трактора, самосвалы, погрузчики. Всего 65 единиц техники. А за ручную уборку отвечает порядка 120 человек. И это только в первую смену. Вера Леонова на улицах города трудится больше 10 лет и работу свою любит. Рассказывает, что после зимы приступать к уборке всегда трудно. Но все запланированные работы обязательно будут выполнены. Зима у нас, конечно, была очень хорошая, снежная. Нам техник помогало очень много. Мы прямо очень довольны были с техникой. Но город как. Когда чувствуем гололёд, посыпаем песок. Ну а потом сейчас мы урожай принимаем, песка собираем его. А вот в центральной части города смёт коммунальщики уже убрали. С сегодняшнего дня рабочие приступили к влажной уборке тротуаров. В помощь на борьбу с пылью выходят поливомоечные машины. Ночью приступаем к помывке дорог даже. Ну, как позволит погодные условия. Если не будет заморозка, то будем продолжать мыть. Уже с увлажнением, прометанием тротуаров, дорог. Традиционно в уборке города примут участие и тамбовчане. Для каждой территории будет создан специальный график проведения субботников. Кстати, участие в уборке будет добровольным. На уборку города после зимы отведено полтора месяца. Олеся Павлова, Николай Иванов, Данил Лычко. Область новостей.